Добрый день, уважаемые жители республики. За прошедшие сутки, по данным Роспотребнадзора, было выявлено 116 случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе заболели 24 ребенка. Из 92 взрослых непривитых было 90, то есть это 98%. На сегодняшний день в стационарах медицинских учреждений получают лечение 803 пациента. При этом состояние многих, это 735 человек, оно в средней степени тяжести. Есть пациенты в тяжелом состоянии, 68 пациентов. Из них 67 пациентов или 98% непривитых. Мы понимаем, насколько это сложная инфекция, и на сегодняшний день в реанимации врачи борются за жизнь 16 крайне тяжелых пациентов. По районам республики на сегодняшний день на ежедневном контроле остаются те районы, которые, в общем-то, у нас всегда звучат, к сожалению, Нерюнгринский, Алданский, Хангаласский, Сунтарский, Среднеколымский. В этих районах 5 до 9 случаев за сутки. Что касается прививочной кампании, то на сегодняшний день в республике привито 519 586 человек первым компонентом, то есть это 72,5% взрослого населения. Хочется с удовлетворением отметить, что есть районы, где высокий процент вакцинации первым компонентом. Значит, свыше 90% это 5 районов, Алаеховский, Верхнеколымский, Монский, Нижнеколымский, Среднеколымский районы. Свыше 80% 4 района, Абыйский, Жиганский, Ленский и Оленюкский районы. В городе Якутске на сегодняшний день процент вакцинации первым компонентом составляет 75,7% взрослого населения. Но, к сожалению, есть районы, где процент вакцинации ниже 60%. Это Чуропчинский район. На сегодняшний день процент вакцинации составляет 56,8% это первым компонентом. Уважаемые жители республики, В связи с тем, что возрастает уровень иммунизированных, то есть иммунная прослойка в республике, Айсен Сергеевич Николаев подписал указ, согласно которому изменились требования, то есть по QR-кодам для допусков в торговые центры эти требования отменяются. Режим работы предприятий общественного питания продлевается до часу ночи. При проведении официальных спортивных мероприятий допускается заполняемость зрительного зала на 50%. Уважаемые жители республики, всем хочется пожелать крепкого здоровья. Благодарю за внимание.